всем привет дорогие телезрители мы вас приветствуем на третьем выпуске передачи съешь или умри правильно я понимаю ребята не у вас дома съешь или отравить оператор не знает ничего клоун классический значит always как тебе значит на этом месте здесь раньше сидел джойстик почему мы решили отказаться от его кандидатуры в твою пользу как считаешь джойстик очень устал но и попросил заменить его после игры с бдс нет я считаю что он просто ну вообще не шарится игру он максимум может на этом дробовике маэстро в стенки стрелять с пистолетом баловаться но реальные вещи он не знает а овес он умный данила выиграл уже две катки в этом нашем турнире и мы сделали вывод что овес может составить ему достойную конкуренцию собственно сегодня мы это и выясним что-то мало конфетка это нормально я хочу мятным а почему две черных только так удовольствием на тел 3 оранжевых главное это вопросы вопрос вопроса здесь нам сколько софтовых стен на кастлайне и ты сидишь просто я уже знаю ответ ты считал да мы сидели считаешь там даже там 31 точно было на втором 29 60 стены для получилось ну хорошо на твой счастье такой вопрос у нас не предвидится значит давайте порешаем кто первый будет отвечать по классика что значит значит что ты первый ты чайная то есть у меня преимущество отлично ты как он преущество вопрос ты будь цифральный очень максимально непонятно один вопрос да один вопрос не отвечаешь кушаешь конфеты не всего один вопрос у меня преимущество первое отвечаю и останавливаем запись ну конечно и было следующий матч я выиграл давай какой кринж первый вопрос для олвиса на португальском имя этого оперативника означает череп акс я знаю кавейра правильно откуда ты знаешь ну она с бразилии у нее там череп везде повсюду что-то но у него лицо череп сам я в шоке данилай ты должен съесть конфеты я съем конфетки и мятный найду совсем не мятный груша кошачий корм не не соглашу на то синенькую дел ну для меня к же кормка груши я просто не знаю господи все груши хорошо идем дальше 2 вопрос для данила донцова имперцы часто пикают кали в качестве оперативника сможешь вспомнить как называется снайперская винтовка кали google да она называется наш как есть подсказка в названии есть отсылка к популярному шутеру с которым р-6 давно соперничает ну что за шутер но этот как-то на батла 3d в контакте которая ну да да тут как называют игру counter-strike так правильно как он был до стройку будет а стройка этот да я вообще посмотрите как называть я ни ковруки не брал шепток стиль бегать я не герой свой вариант я не знаю но я на ней играл но хорошо тогда вы оба должны скушать по конфетке поделиться своими впечатлениями а это как работает если никто не отвечает оба кушают а винтовка называется ks rx 300 очень похоже на strike нет очень похоже на кс так вот вот так я съел красный этот черт памперсы да походу понравилось но сладенько но что-то такое непонятно да я думаю надо было на меня по-моему на сдал меня на нас нас игрушечку арту реально просто кайфу где вкусно как будто чеснок и я люблю чеснок вот повезло хорошо следующий вопрос для овеса откуда у финки шрам на все лица с кем она дровась с кем она дровалась с кем она дровалась с кем нам во драться но подсказка это оперативник оперативник да я думаю тоже она получается вышел с лионом она русская но на хилец то есть но если он есть док но есть тачанка правильно или глаз ты хочешь кеша надралась с кем-то или капкан а с оперативником дровалась на кого-то от оперативника наполчил женщин у него осуждаем такое не было рукопашная драка не фига селом не ударил осуждаем капкан окончательный ответ капкан и ты получаешь второе очко данила кушает еще одну конфет и могу меня полный рот уже конфет какого цвета взял что у тебя там красная на что это ананас игрушу отделю это арбуз хорошо и следующий вопрос для даны еще один вопрос про финку ее отец сотрудничал с одним из агентов rainbow six и впервые она познакомилась с ним еще в детском возрасте отцом у меня написано имя и фамилия а давай фамилия владимир петрович можешь назвать это оперативник из игры не уйдет это оперативник с кем он так давай я задам вопрос заново а может я сам ничего не понял ее отец сотрудничал с одним из агентов r6 впервые она познакомилась с ними еще в детском возрасте с этим агентом видимо ну надо деда назвать самого старого алда ну не самого сторонам дал данном топом фью салт самый нет самые old вроде каид не так и на же познать как она она и я кажется это британец да да нет мне кажется кто напарник отца финки из игры это оперативник напарник пьется у меня там на на боты то есть у нас электроник наверно или это на кредит он подключает дико степута вообще бред несешь сейчас ну дай ответ тогда раз не знаю ответ какой ответ очень прост очень просто этот ответ он-то очень просто если бы его знать не из его знает это вообще легче вопрос но это ответ очень просто не фьюз я скажу не знаю не фьюз ешь конфетку always твой вариант тетчер нет тоже кушай очень плохо так никому балл не достается ответ был сам фишер да что это сам фишер постоянно лезет куда он еще не вышел даже он даже еще не появился а он уже просто в каждом выпуске это вопросы по нему это шок какой-то я рад что вам нравятся вопросы про сама фишера поэтому следующий вопрос про зеро музык обык арбузик наконец-то у меня это можно пососать реально я буду сосать вообще касается реально мужик это вкусно снимок очень вкусно для просто могу я обсасывать мечту для вы все вопрос где там будет очень легко единственным живым родственникам зеро является его дочка как ее зовут так ее зовут бутата . 0 правильно самоффектива да у нее фамилия это не оперативница да просто чтобы очень круто как ее зовут? Ну, вот Splinter Cell играл, допустим. Да, да. Четыре раза прошел, три раза выиграл. Здесь КММР опнул там. Ранкет был, но... Наташа. Нет, ну, близко. До него. Да, я могу сказать, у нас какая-то семейная романтика идет просто сейчас. Какие-то вопросы про семью. Ну, что его? Как ее зовут? Да, дочь сама Фишера. Ну, если Наташа это близко, то, наверное, Наталья? Это очень близко? Нет, ее зовут Сара, и вы оба кушаете по конфетке. Сара очень близко. А это байт. Это было очень близко. Так, что у вас? Я еще не закинул апельсин. Так. Яблоко. Прекрасно. Да, я не знаю, это какое-то. Ну, походу, там только плохие остались. Ну, жаль, что это очко никому не достается. Приходится переходить к следующему вопросу для Дана. Снова вопрос про слово арабского происхождения. В переводе на русский оно означает паук. С кем из оперативников и каким образом связано? Нет. Какой ягер? Твич? Ягер это охотник. Это не имя оперативника, я вам скажу. Ну, паук. Ну, у ягера же сетка паука на обложке. Или это не сетка паука? Паук. Есть паук. У Калии похоже на паука. И у Каида. У Мози. А, Мози. Нет. Давайте, вы слишком что-то быстро летите куда-то, я вам немножко подскажу. Это гаджет Каида. Ну. Уртила? Да. Данила первый ответил. Значит, он получает очко, а Олес кушает конфетку. Одно с божьей помощью. Помощь в Максоне. Бога. Зачем я тебя послушиваю? Я же хотел сказать. Тебе не хотел. Или Калий, или Каид. Как это можно вообще было догадаться? Ну, правильный ответ был у Уртила. Угу. А, ну, то есть надо было назвать, что это, а не оперативник. Нет, вообще-то вопрос был с кем из оперативников и каким образом оно связано. Но ты Каид сказал до того, как он сказал Уртила? Не помню. Он сказал Каид, а я сказал Уртила. По-моему. Я начал говорить Кали. Не помню, сказал ли я Каид, и он меня перебил, сказал Мози. Я предлагаю Олвесу полбала. А мне два. А, Даниле, одно. Ну. А будешь просить два, все я отниму. Ладно, давай, давай, одно. То есть не надо есть. Да не, не есть. Да ладно, не есть. Пусть лежит. Пусть лежит до следующего раза. Следующий вопрос сделаю. Царь. Единственное слово, которое приходит на ум, когда смотришь на этого бойца Р-6. Ну, понятно сразу. Точанка. Это правильный ответ. Это вопрос просто какие-то легчайшие. Я не могу, я сейчас в роли джойски чувствую. Вопросы какие-то вообще... Вопросы раскиданы рандомы. Тут есть сложные, есть легкие. Тут кому как повезет. Вопрос семейные отношения у меня. А у тебя тоже какие-то. Так зовут дочь Сэма Фишера. Сара Коннор. Конфетку, пожалуйста, да. Давай вот эту. Ну, это еще плохая. Там же была груша и дохлый червяк. А, дождевой. Чего ты сказал, что это плохая? Ну, потому что всего было 2 синих. Соответственно, ты грушу съел, остался червяк. Ну, потому что это груша. Это груша. Это, собственно, груша. Ладно. Может, тебе понравился червячок? Ну, я-то не ел, ты и обе синих съел. Ну... У тебя же 2 груши. Наверное, тогда был червяк, но нет. Следующий вопрос для Дана. Это единственный оперативник в игре, у которого 3 элитки. Очень легко. Это Эш. Все правильно. Видишь, тебе тоже легкий вопрос попадается. Почему? Овес, конфетку, пожалуйста. Леденец, прими. Ну, я же не проиграл. Я же, ну... Не проиграл. Ты проигравший. Ты проигравший победитель. Это кол. И Данила выходит вперед на полочка уже, ты понимаешь. Да ты, я тебя делаю. Этого не может быть. Я ответил на 3, и он на 0. Нет, ты ответил на 2,5, а я на 15 вопросов. Да, конечно. Он нас обманывает, я впереди. Ну, прямо сейчас у Овеса есть возможность отыграться. Следующий вопрос именно для тебя. Самый известный узбек в Rainbow Six. Это легкое вообще. Узбек? Да. Если вспомнишь полное имя, накину полтора балла. Фьюз? Да. Имя знаешь? Украд. Фамилию знаешь? Нет. Имя правильно было. Ну, все. Накидываю 1,25 балла тебе за этот. Обалдеть, уооу. Жень. Ты мне обещал полтора балла. Это за полный имя. А может, Шухрат Кисигбаев какой-то там? Так, секундочку. Все правильно, Шухрат Кисигбаев. И Данила тоже получает 0,25 балла. Шухрат Кисигбаев. Кто? Шухрат Кисигбаев. Откуда ты это знаешь? Потому что я и есть Шухрат Кисигбаев. Ты понимаешь? Ты баг. Я Шухрат Кисигбаев. Хорошо, следующий вопрос для Данила. Для меня? Да. Для тебя. Да, для меня. Кто из оперативников известен в качестве лидера Night Heaven? Это либо Кали, либо Вамай. Так. Значит. Сэм Фишер. Сэм Фишер. Давай еще подумаем. Вамай. На самом деле, Кали на ряду с Эйс и Вамаем она входит в качестве лидера в организации R6. На ряду. И что это значит? Ну что, они втроем лидеры. Одного из трех я назвал. Ты даже двоих из трех назвал. Я даже двоих из трех назвал. Поэтому получаешь заслуженный балл. Что? Кушай конфетку. То есть ты назвал ему Night Heaven. Да. И все. Там два оперативника, которые на Night Heaven. Три. Эйс тоже из Night Heaven. Ну, Эйс Night Heaven. Ему надо было назвать одного из трех? Можно было одного. А может было трех? Это подкупы какие-то работы. У меня основной ответ, у меня записан Кали. Ага. Он сказал Вамай. Нет, он сказал либо Кали, либо Вамай. Я сказал Вамай. И сказал сам Фишер. И в итоге сам Фишер. А может нам ломать, а не засчитать мне это. Нет, ладно. Засчитывай. Я бы засчитал, потому что все-таки информация известна. Человеку, правильно? Да. Давай засчитаем. Вопрос для Овеса. Ну, Овесу тоже там подыграем, если что, чтобы справедливость восстановить какую-то. Два самых известных фанатов лошадей в Rainbow Six. Лошадей? Каких лошадей? Подсказка нужна тебе? Подожди, а что подсказка даст? Ну, она читает. Расскажешь, что лошади это... Для этого вопроса лор знать не надо вообще. Лошади. А-а-а. Два. Да. Два? Ну, один. Одного я знаю, наверное. Или нет? Ну, я знаю по иконке опять одного. Ну, Орикс один. Так. Правильно. А как ты это? Второй. По иконке. А у него до иконки лошадь? У него газель на иконке, но это считается. А второго я знаю. Это вообще легчайшее. Лошадь. У него как раз и на иконке и есть лошадь. Все правильно, на иконке лошадь и у Челика. Что? Ну, это вообще легчайшее. Динамичненько у нас развивается, ребята, игра. Это легкий вообще. Вот я только про него и знал. Про Орикс я даже не подумал. Ну, ты можешь подумать. У нас не запрещено. Как бы сидеть думать. Не, задумать нельзя. Нет, не запрещено. Наоборот. Запрещено. А, все, ладно. Или нет? Слишком долго думают овец. Но мы обещали ему подыграть. И полбала за этот ответ. А может, и второй я заберу полбала? Полбала? А-а-а, давай. Маврик. Все правильно. Значит, каждому по полбалу. У него же лошадь горящая на этом. На Ави. Вконтакте. Или в Одноклассиках? В Фейсбуке. Да. Точно. Ну, по-моему, Алексей вообще не догадался бы. Я даже не помню, что у него еще на Ави. Я тоже. А, ну ладно. Так, мужики, у нас есть тут такой, ну, на мой взгляд, какой-то сложный вопрос. Реально. Реально? Я думаю, его можно оставить напоследок. И, типа, дать за него там 2 или 3 балла. Жесть. Пока поройдемся по другим вопросам. Вопрос для Дана. Давай. Из разряда уже общеигровых. Реворк какой карты ждет игроков в новой операции Operation Neon Dawn. Небоскреб. Правильно. Вот так вот. До него получается заслуженный балл. Изи. Да. А это анонсировали хотя бы? По-моему, нет. Отлично. Даже завтра анонсировать. А, видео выйдет позже. В любом случае. Вот. Вот этот вопрос следующий для Олвисова. Репел. Репел является неотъемлемой частью R6. Но появился он именно в этой части серии Rainbow Six. Кто появился? Ну, Vegas. Я больше не знаю никаких частей. Правильно, Vegas. Именно там Репел появился. Отлично. 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 Потому что, несмотря на то, что ты просто угадал, потому что ты только это знаешь. Правильно? Понимаю. Так, мне кушать надо или что? Нет. Тебе защитуется балл. Ты же ответил. А Данила кушает у нас конфетку. А ты съел конфетку после ответа Данилу прошло? Я что-то не понял. Да? Да. Ну, смотри. Посмотрим. Я потом запись посмотрю. Идете, кстати, нос к носу. Просто отрыв полбала составил. Ну, вы пошли серьезно соперник. Они вот этот вот. Бедолага просто, который вообще ничего не знает. И вопрос для Данила. Давай. В какой операции представили карту Outback? Burnt Horizon. Правильно. Даже без подсказки. У меня подсказка была, а ты и так. Вот так вот. Потому что я... Шухрат Кисигбаев. Скушал конфетку? Нет. Давай. Поешь конфеты. Прогай. А ты с закрытыми глазами вот так. И хватай. Вкусные выбирай. Ты прям видишь их? Угу. Что это? Чеснок? Угу. Ну, или подгузники. То есть подгузники на вкус как чеснок? Да. Ну, будем знать, что. Смотри, что ребенок ел. А мы переходим к следующему вопросу. Мы знаем, что оперативник Зеро является главным героем известной серии игр. А как называется последняя на сегодняшний день игра этой серии? Я знаю. Не знаю. А я знаю. Так. Блэклист. Правильно. И до него получает еще один балл и вырывается вперед. Потому что я геймер Шокарад Кесикбайф. О, еще одну заканчиваю. Да. Давай чесночка еще бахнем. Вкуснейшего просто. Что это? Я не понимаю, у меня остатки чеснока на зубах. С подгузниками. Для Дана? Да. Для геймера? Для Шокарад Кесикбайфа. Под именем Тома Куэнси вышло огромное количество видеоигр. Но есть две, которые не являются шутерами от первого либо третьего лица. А чем они являются? Книгами? Другими жанрами. Жесть. Нет, я не настолько геймер. Я знаю только... Гострекон серию. Это стрелялка. Это стрелялка. И вот Rainbow Six. Сплитер Сэл. И принтал Сэл тоже. И вот что еще может быть? Шахматы, шашки какие-то интересные. Не, я вообще без понятия. О, есть твои варианты? Не, не, не. Конечно, очень жаль, что вы не ответили на этот вопрос, приятели. Я его сам придумал. Обидно, обидно. Тогда я на него отвечу. Игры называются End War. Стратегия такая есть. И Хокс. Симулятор летания на истребителе. Ха! Это не шутка, блядь. Очень круто. Вопросы отличные. Ты ненормальный вопрос. Интересный. Да. Очень. Да не, прикольный вопрос. Ладненько, кушаем по конфетке и... У меня уже все зубы в конфетах. А видишь, что это сложная игра. Она требует... Зубы. Но я больше не пойду сюда. Два вопроса. Так. За каждый из которых вы получите по два балла, если угадаете. Давай. Для Овеса. В игре противостоящие команды называются синяя и оранжевая. Правильно? Да. Но в бета-версии они назывались Rogue Spare и Raven Shield. К чему отсылают эти названия? Можно подумать. Rogue... Что? Rogue Spare. Ну, Rogue, как команда. И Spare, как пика. Копье. 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 И Raven Shield. Вороний щит. Абсолютно верно. К чему отсылают эти названия? Ты знаешь? Я вообще без понятия. А Гарри Поттеру? Допустим, твой вариант? К Спринтлселлу. Это... Я вам... Ладно. Я вам обоим даю подсказку. Это названия игр. Каких? Какой серии? Кто первый третит, получает 2 балла. В копилку. Как синяка Ванна называлась? Великая серия. Величайшая серия. Че? Это че за подвод? Не знаю. Rogue Spare и Raven Shield. Нортал Комбат. Нет. А это серия Юбисофт или нет? Так. Да? Не, ну это либо Гостракон, либо этот. Спинтлсел. Так что у меня варианта больше нет. Очень жаль, приятели, что вы не ответили на вопрос. Потому что так назывались вторая и третья часть Rainbow Six. Я так и думал. Я так и думал. Но я помню только Rainbow Six 2, 3. А у нас какая? У нас? Шестая? Шестая, по идее. Нет, четвертая Vegas. Пятая Vegas 2. У нас шестая, значит. Ты играл, Вегас? Нет. А как они называются? Vegas. Rainbow Six Vegas. Она же, кстати, давала... Она ситочная. Вегас давали, кстати, когда ты сишь покупала тогда, когда он вышел, только давали Vegas в подарок. Ну так, мужики, давайте тогда еще один вопрос на 2 балла. Он может... А может ли он зарешать? Давайте посмотрим, сколько у вас баллов там. На табло. Я вам скажу, я вам скажу, что 2 балла ничего не зарешают. А вот 2,5 зарешать могут. Смотри, кто ответит. Нет, нет, так мы делать не будем. Нет, ну можно так сделать. Ну, чтобы решающий вопрос был. У Оуэса 5.25 очков. У Дана 7.75. Обалдеть. Если Оуэс ответит на этот вопрос, он получает 2,5 и сравнивает счет, и вы выходите с ничьей. А если не отвечаешь, или Данила отвечает, то выигрывает он. Почему у меня ощущение, что я вырываюсь вперед? У меня тоже было такое ощущение. У меня тоже было такое ощущение. В элитке этого оперативника обыграли китайский сленг, а именно слово... Какое? Лол. Лол? Лига... Лига... Лига оф Лэдженс? Это мы знаем, такие игры. В китайском интернет-сленге число 233 означает формат насмешки, и он же использован в костюме этого оперативника. Кого? ДКИ. Нет. Лижа. Правильно. Ай-яй-яй. Ох уж это ноль. Ничья или что это? Ничья. Получается, ничья. Новый зарабатывает 2,5 балла. А предлагаю каждому по конфетке, так сказать, поотметить окончание ей этой катки, которая шла 27 минут. И подарила нам минут 5 хорошего канта. Из 18-ти. Как вам конфеты? Все вкусные были сегодня. Да, почти все вкусные. Кроме чеснока у вас меня не расчет. Вот это на лаке чех. У нас, значит, далеко не уходите. Куда ты встал-то, сядь. Приз это шоколадка. Вы ее получаете как-то вот на пару. И скушаете ее вместе. Да. Пойдем ее уничтожать быстрее. Идем. Всем пока. Всем до встречи. До связи. Держите в курсе. Держите в курсе.